Красные и зеленые, большие и маленькие, оригинальные и не очень. Почти все вывески в центре Одессы объединяет одно – они портят внешний вид зданий и исторической застройки города. И вопреки планам бизнесменов, не привлекают, а отталкивают клиентов. Вывески сильно большие, сильно длинные, сильно много лишней информации, которая нам не нужна для решения задачи. То есть, чтобы попасть в универсал, нам совсем не обязательно знать еще, как ты видишь, более половины дополнительной информации. Бизнесу, коммерсу кажется, что надо разместить как можно более большую вывеску, и тогда будет более заметно. Но я вот на себе, я уверен, и вы тоже на себе замечали, когда вы проходите мимо большой вывески, вы просто ее не видите, потому что вы не так просто ее считать. По новым правилам размещения вывески не должны закрывать архитектуру. Запрещено размещать название выше цоколя, только над окнами или входом. Если на доме размещены несколько вывесок, они должны быть взаимосогласованы – одного уровня и цвета. Как, например, здесь, на Дерибасовской. Фриз в данном случае является айфоном, за который, в общем-то, и платить не нужно. И не надо достраивать дополнительные коробы и подсветки. А как вы можете заметить, солнце играет прекрасную роль, создавая дополнительные интересные тени. Оно передвигается. Вывеска, по сути, каждый раз выглядит по-разному. Это, скорее, исключение. Подавляющее большинство вывесок в центре Одессы выбивается из архитектурного стиля. Не говоря уже об уродливых балконах и кондиционерах на фасадах. Чиновники планируют вернуть объектам культурного наследия исторический облик. Для этого на основе архивных данных разработают электронную базу зданий. Все лишнее с фасадов придется убрать. На основании этой базы мы можем показывать владельцам собственников домов, юридическим и физическим лицам, как должны выглядеть фасады. Самым главным шагом на сегодняшний день – это необходимо провести инвентаризацию фасадов нашего города и поступательно решать этот вопрос. Освобождать фасады от громоздких конструкций будут поэтапно. Программа рассчитана на ближайшие два года и обойдется примерно в 100 тысяч гривен ежегодно. При этом насильно демонтировать нелепые конструкции и срезать фасадов кондиционеры коммунальщики пока не планируют. А вот балконы, обитые вагонкой, придется привести к аутентичному виду. Дмитрий Долматов, Эдуард Шандорович, Первый городской.